Уууу, круто! Вот она. Офигеть! Забавно, как я считаю, в уме время, во сколько приеду. Если ночью я буду ехать не так быстро, то 36 км растянутся на 3 часа. Если сейчас 8, чуть больше, то я приеду в 11, чуть больше. При этом всё равно темнее уже не станет. Уже всё. Уже ночь опустилась полностью. О, ну что ж. Вперёд, навстречу ночи. Жизнь кипит около фонаря. Смотрите. Один плечёт, другой уже сидит, ждёт. Третий тоже сидит, ждёт. О-о-о-о! Круто! О, ещё один! Красавчик! И всё хватает места, еды. Как бы то ни было, парни, ночь – это удивительное время. Кто-то спросит, скажет, зачем? Что это даст? Дайте народу хлеба. Не всё опирается в хлеб. Иногда нужно просто для души что-то. Я только что, ребят, чуть не это... Ну не то, что обострялся, это, конечно, грубо сказано. Я достаточно человек спокойный, и меня тяжело напугать. Ну тут я напрягся, подъезжаю, короче, вот тут ночь, представляете, вот просто ничего не видно. Вам тоже не видно ничего. Я вижу только белый асфальт. И тут, короче, на фоне дороги какой-то силуэт шатается двухметровый. И я такой приближаюсь, приближаюсь, такой напрягаюсь, думаю, что делать. Оказывается, вот, блин, вот как Корея. Пацан несёт на плечах женщину и девушку. Просто спокойно идёт, пошатывается там под тяжестью веса. Блин, посередине дороги. Чёрт знает где, и я в шоке. Ну, короче, мы пришли вот в это вот заведение спрашивать насчёт ночлёвышка. Я буду везде спрашивать. В который раз уже встречаем сауну без джим джильбанг. Джим джильбанг это как раз где поспать можно. То есть они на час дают сауну. Что вообще, как бы, грустно. Шикарнейшая вообще велодорога вдоль трассы. Я бы, честно, ночью бы так бы и ехал бы. Вот все 30 километров. Пожалуйста, не надо в кусты опять. С кучей мошкары, которая мне все глаза нос забила. Какие-то непонятные, невидимые в чёрноте жуки. Размером, блин, с кулаками бьются в щёки, в брови. А, блин, не самое приятное ощущение. Пожалуйста, оставьте меня на этой трассе. Какой-то километров 30. Так 6-то я уж съезжу как-нибудь. Вот так вот под мостами. Так, чтобы кафешки разные, заправочки. Блин, это было бы так здорово. Соскучился по городской ночи. Конечно, загородная ночь она крутая, по-своему. Но вот асфальт, бетон. Городским жителям всё-таки природа ночью без освещения, без чего, без всего. Это всегда какая-то угроза. Мне кажется, инстинктивно. Здесь никакой угрозы. Ты чувствуешь себя как дома, асфальт. Там даже в кустики отойти страшно. Там же змеи, пауки. Так что... Мой любимый 7-11. Сейчас вот только что выехал из промзоны, куда по ошибке опять заехал. Лают собаки какие-то раздобанные. Асфальт. Как будто в России оказался. Быстро оттуда смотался. Вот теперь смотрю на 7-11 и думаю... Господи, как же я люблю тебя 7-11. Какой-то перекрёсток хера знает чего. Там кегля. Пойдём в боулинг, лучше. Поиграем. Наконец, в конце всех мучений, я нашёл работающий веломагазин. Это чудо просто чудное. Диво-диво. Сейчас не знаю, сколько времени. Я уже сбился. Короче, он мне показал правильный поворот. Я надеюсь, что я доеду. Зато весело. Приключения-то круто. Этот мужик из велосипедного магазина послал меня не куда-нибудь, а, собственно, на трассу. Вот. Подтверждение. Ну, она ведёт, конечно, в Чанг-Янбо, куда мне надо. Но это не уютная велосипедная дорожка. Здесь вообще ничего нет. Таким образом, у меня на весах выбор либо чёрный джунгль неосвящённый, скучный насекомых, которых я, хотя и не боюсь, но всё-таки недорюбливаю. Либо вот эта трасса вся. Притом я, как автомобилист, чувствую себя достаточно комфортно. Я вижу указатели, которые дублируются на английском. Я вижу направление. И, в принципе, я уверен, что я буду в точке, которая мне нужна. Так что будем думать. Нет, будем ехать вот так. О, моя заправочка, родименькая. Фу, спасибо тебе. Единственный пятачок света на этом шоссе. Слушай, в Карине ещё так сладко. Шоссе вообще не освещается. Просто жесть. Только внутри города. Какая тьма. Блин, пока едешь, посидеешь. Стараешься за белую линию обочины вообще не пересекать. Как в фильме Ви. Что она тебя, типа, оберегает. И, главное, усталость не чувствую. Настолько концентрация сильная. Прям всё, прям на дороге, чтобы не пересечь, чтобы, не дай бог, там не наехать на что-то. Хотя в темноте я вот поражаюсь, как у меня колёса целы. Если я проткну их сейчас, то... То, наверное, ещё я проткну. Ночью будем решать на месте. Пока не проткну, и хорошо. Ну, я даже не знаю, сколько проехал, чего, кого. Фу, как в России, прям, не знаю. Какое удовольствие люди получают вдоль трассы ездить. Это вообще жесть. Никогда, никогда больше вообще. Это вот форс-мажор, форс-мажор. Сейчас был указатель. Только что, что дачаннём. 12 километров. О, это так круто. Это так круто. 37, 12. Я за счёт того, что вышел на трассу, я, видимо, сократил, потому что трассы, они обычно идут по прямой. Вы знаете, наблюдение за проезжающими машинами как-то меня на философский лад настроило. И так хорошо здесь сидеть. Я вот сижу на металлической перекладине. Задёт. Сверчки поют. Машины ездят. Я подумал, вот где этот человек, да? Вот кто он там внутри сидит? В тёплой машине сидит. Едет куда-то домой, наверное. Цель какая-то на впереди есть. А я что? Вот сижу здесь. Смотрю, у меня нет ни дома, ни тёплой машины. Даже велосипед я тоже вот немой его продам потом. А ждёт меня в лучшем случае там место на полу, куда я постелю циновку, опять же, которую мне одолжат. Но при этом я счастлив. Я настолько сейчас вообще что-то проникся, меня так долбануло из космоса, видимо, что-то, что я прям сижу и такой довольный. Счастливее многих тех, у кого есть машина, это точно. Я что-то вообще уже, по-моему, вечерность, на каком-то перекрёстке оказался. Сейчас уже задумчивость, где чего. А, меня ещё, кстати, чуть-чуть машина не сбила. Я просто пошёл посмотреть вывеску на другую сторону дороги, вернее, поехал. На обратном пути одинокий перекрёсток загорелся. Красный для машин, зелёный для пешеходов. Я уже думаю, они никогда не переключаются. А тут переключился, и я такой думаю, остаётся 16 секунд. Думаю, рвануть, не рвануть такой. Смотрю, машины издалека едут. Чёрт поймёшь, с какой скоростью чего. Подожду. Когда до переключения сигнала зелёного для пешеходов остаётся минут, секунд 7 или 6, две машины на полную скорость, одна такси, естественно, с обоих сторон. У меня просто скромсало там вообще куски. В итоге я дождался, пока все уелут, и на красный прошёл безопасно. Беззаботьтесь о себе. Даже в Корее всё не идеально. Эта остановка символизирует моё сегодняшнее приключение, одинокое в ночи. Всё. Здесь тьма, здесь шоссе тьма. Только эта остановка. И позади тоже тьма. На 360 градусов тьма и только одна остановка эта. Как же она, какая же она одинокая всё-таки, а? С другой стороны, какой-то лучик света. Я нахожусь под мостом. Вот по этому шоссе надо мной я ехал. И вот, наконец, этот поворот вниз. И туда указывает на Чанг Йонг. Я, наверное, это название за всю жизнь запомню. Чанг Йонг. Я его повторял каждые две секунды. Чанг Йонг, Чанг Йонг, Чанг Йонг. Ох, это самый красивый мост. А ещё я слеп от дальнего света. Хоть мне сказали, что я, как по закону подлости, нахожусь в другом конце города, мне полчаса надо тюхать туда на велосипеде. Потому что город, казалось, большой. Но и в любом случае я уже в городе. Я не на шоссе. Мне уже пофигу. Ну что, всё. Ну вот. Опять наш любимый ICU. Осталось чуть-чуть. Ох, как же я люблю этот город. Мой спаситель. Можно постираться. Лаундри. Круглосуточная. Автоматы, пожалуйста. Вот там столик посидел. Короче, адрес мне дали какой-то вообще далёкий. И в итоге я еле нашёл мужика ночью, который меня опять повезёт. Жесть. Что творится вообще в этом мире? Что творится в этом мире? В итоге место, которое дали мне адрес, оно закрыто. Это вообще угар, конечно. Он смеётся, я смеюсь. А что делать, я не знаю, честно говоря. Сейчас надо подумать. Надо сейчас подумать. У него есть карта. Мне надо знать, куда ехать. Короче, я не мог больше злоупотреблять доверием этого добротой мужчины. Я попросил высадить меня на пересечении шоссе. Я посмотрел, где находится трек. В общем, у меня впереди ночной переезд. Без отдыха, без всего. Вроде бы ноги так отдохнули, спина тоже. Так что вперёд, к новым свершениям, без ночёвки туда. Конечно, друзья меня корейские подвели, подвели. Но я не знаю, где они сами ночуют. В общем, я с концами потерялся. Сижу на установке. Не знаю где. Но жутко интересно. Немножко устал только. Вот за мной вязалась тоже одинокая душа. Ну, нет у меня ничего, малыш. Он же бежит за мной километр три. Я вот нашёл какие-то указатели, но это просто байсикл парк. Я знаю, что я близок к цели. Я знаю, что я где-то в этом районе. Сейчас будем думать, что здесь в этих краях есть. Приблизительно уже близок. Персик давит на жалость. Посмотрите на это лицо. Сидит такой под фонарём. Я знаю, что вокруг темно. Вообще ничего не сделаешь. Ну, в общем, смотрите. Времени у нас практически три часа ночи. Я сижу с той самой собакой, которая от меня никак не отстала. Посреди какого-то тренажёрного парка. Вон тренажёр, вон. Здесь вот шоссе проходит. Там река. Вот я посмотрел на карту. Вот мы... Вот этот Чан Йонг, проклятый. Мы его, собственно, вот проехали всё это шоссе. И вот здесь это, рядом с рекой, этот трейл проходит. Нам его надо найти. Но факт в том, что смотрите, сколько осталось до Бусана. Совсем немножко. А что у нас там ещё было? В общем, не важно, что у нас там было. Мы сегодня сделали много хорошего. Много передряг попали. И это здорово, потому что передряги делают путешествия интереснее. У тебя есть истории, которые можно поделиться. Я сейчас полностью как бы спокойно. нахожусь, в общем-то, в достаточно безопасном месте. Вот меня охраняет собака. Мне так жалко, что у меня нет ничего с собой, кроме какого-то шоколадки расплавленной. Сосиски хотя бы. Компания составляет веселое. Вот. Так что, я не знаю, ждать утра или что. Но я что-то замерзать начал. А что когда замерзают делают? Потанцевать, может? Тихо, в принципе, можно, да? Врубить музон, подрыгаться. Ну что, зажигай. Компания. 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 Собака таких психов наверно не видела. Да, я знаю, я псих. Ну, что теперь делать? Тоже на собаке хочешь? Давай. Сейчас. Давай. Пошла, 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 пошла. Попчи за ручь. А! Ну, согрелся зато. Слушай, надо двигаться дальше. Знаете, что вот это значит? Что я нашёл её. Вот что драм энд БАЗ животворящий делает. Драма никуда не бывает лишним. сразу настроение лучше сразу нашел маршрут не могу даже сомнений в этом не было что найду это какая-то удивительная собака обычно собак есть своя территория они там дальше не бегают этот собак ушла уже кандир на 5 от того места где она за мной вязалась и вообще по барабану она тоже любит приключения факт да я думаю такая чуть голодная все равно останусь по-любому это хоть будь че рассказать я принципе из того же принципе схожу всегда где наш не пропадала главное чтобы рассказать было интересно зато какая ночь послушайте красивая дорожка делая до конца поворачивает идет на может мне очень хочется может круто что прощай город ты был не очень гостеприимный но мы едем дальше недалеко и такой туман есть вы видите здесь вообще дымка заказа стоит отрите на эту красоту обе стороны офигеть господи все мои приключения сто или того я ни капли не жалею это я уверен что все сегодняшние приключения стоит этого я ни капли не жалею это настолько это крышу сносит я ее в шоке и собака здесь собака я от нее уезжал уезжал а она все здесь сколько же за мной будешь бежать то дура я хочу насладиться ночью полностью хочу впитать ее на всю жизнь такие моменты бывают раз в жизни решил купить напитков а тут смотрите что да тут паучье царство целое и в этом паук тоже сидит а вот и мост предрассветной дымки уже рассвет идет на этот мост надо вернуться хотя бы однажды еще чтобы только с девушкой чтобы заняться на нем сексом ночью это конечно было вообще-то по башке совершенно запутался во всех направлениях здесь это просто жесть даже карта которым не было принт скрин в компьютере не помогла пришлось вращаться вниз на верному способу это к течению реки она течет у нас вон туда значит там у нас и есть бусан пять утра я вновь на верном маршруте мне докажется пять утра там уже бабульки в парк пришли спортивной ходьбой занимается правильное дело на самом деле бодрячком такие все как утром-то приятно ездить свежо туманка легкая никого нет для плота почему они жаворонок а почему сова который встает в 11 еле-еле и и ложится в четыре часа лишаюсь такой такой радости как лицезреть утро с другой стороны я лицезрею позднее вечера это очень круто и я бы наверно поставил на первое место перед утром но едется очень здорово пока усталость не чувствуешь но я чувствую меня срубит скоро вообще напрочь надо найти будет место только где прилечь просто насладитесь тишиной пустые дороги ты что круто вообще ради этого даже москве можно встать пораньше вот это гора фермы местные каких-то растений тишина смотрите какая редкость чекпоинт без одного велосипедиста хоть отпечатайся супер новости у нас есть розетка чтобы забить мою камеру в которую практически села а я не знал что на чекпоинтах есть они обожаю как они делают дороги для велосипедов прямо посреди поля как по рельсам идешь а а вокруг ну что я в общем то опять заблудился правда опять нашел уже маршрут но это уже забавно вернулся на маршрут и что я вижу 12-градусный подъем это жесть я повернул как раз не туда там был хорош маршрут повернул туда 12 градусов от 12 к 12 пойдем вот это просторы вот так масштабненько говорю они очень любят пикники тем не вырубает я короче это нашел какую-то под мостом площадку за уши что это но я уже еду как зомби головы ни одной беседочки на отшиве это какая-то обычно не поспишь ночью на работу выходишь с утра такой блин как круто я такой вообще бодрый что-то короче надо так почаще делать чу ночи сэкономишь и пара и папы и поделал за компьютером там что-то поиграл и поработал часов в один по по 22 смена и ты того сидишь у тебя глаза прям падают прям падают веки прям на щеки прям растекается прям по щекам и ты голова ничего не можешь сделать и так у вас и же скачет там надо 2 2 бутылки энергетика закидывать сразу и что интересно я перетерпел такую фигню без энергетика пару раз чтобы вы думали вечером ни в одном глазу вот проходит с работы возвращаешься в 6 часов на работа как давно это было ну так вот в 6 часов думаешь надо пораньше лечь ни фига ложишься как обычно в час ночь и спать не хочется вообще думаешь муж вторую ночь пить это не поспать только думаешь кому-то дурацкая еще лезет тоже в голову